Привет! Если вы сейчас зайдете в интернет-магазин и посмотрите, сколько стоят игровые флагманы, то ваш день точно начнется с грустной ноты. За 40.90 просят больше 250 тысяч, за красный флагман больше сотни, даже за народную и любимую 40.60 придется выложить больше 30-шки, и выход только один – идти на бу-площадки, потому что таков путь тру-геймера. Как вы уже догадались, сегодня смотрим на самые популярные видеокарты за 10-20 тысяч вечно деревянных. На связи МК, меня зовут Кирилл, и не переживайте, с Михаилом все отлично, передаю ему слово. Чтобы быть в курсе последних новинок технологий, не обязательно иметь кучу закладок и скакать по сайтам, достаточно перейти в дзен. Выбирайте интересующие вас темы, и умная лента подберет нужный контент специально для вас. Для удобства, все самое актуальное и свежее собрано на главной странице в специальной ленте и тематических страницах, где контент обновляется на постоянной основе. Дзен разбит на несколько разделов – длинные видео, статьи, которые тоже имеют несколько разделов, короткие вертикальные ролики и новости. Умная лента будет формировать контент из всех разделов лично для вас. Например, раздел технологий собирает самые актуальные IT-новости со всего интернета. Тут вы найдете интересные статьи и, конечно же, видео от знакомых многим блогеров. Все в одном месте. Не тратьте время на поиск контента в интернете. Будьте в дзене. Ссылочка в описании. Начнем с демонстрации подопытных. 1660 Super, пожалуй, самая популярная недорогая карта. За 12 тысяч рублей тут и достаточно холодный чип, и не самая старая архитектура Тюринг из 20 линейки, и 6 гигабайт быстрой GDDR6 памяти. Обычная версия карты на 10% медленнее из-за GDDR5. T-версия на 5% быстрее. Так что Super – это идеальный средняк. Докидываем еще 4000 и разблокируем сразу три карты. 1080 Ti. Игровой топ NVIDIA из никогда забытой эпохи, когда компания действительно выпускала годноту. Карты имеют немалые, даже по современным меркам, 11 гигов видеопамяти. Архитектура Pascal до сих пор поддерживается драйверами. Но создатель игр уже начинает забывать о линейках старее RTX. Столько же стоит RX 5700 XT. На старте она была немного медленнее 1080 Ti, но AMD известна о своей способности под опиливанием драйверов. У карты 8 гигов памяти, зато архитектура RDNA новее Pascal. В общем, проведем легендарную битву между двумя старыми топами. И третий притенет название лучшей видеокарты за 16 тысяч – RX 6600. Карта до сих пор продается новой, поэтому ее несложно выцепить БУ в отличном состоянии. 8 гигов видеопамяти, поддержка трассировки лучей, хорошая заявка на победу. Вершина нашего рейтинга – RTX 2060 Super. В сравнении с обычной 2060, NVIDIA расщедрилась на лишние пару гигабайт видеопамяти. Заодно и чип установили почти до уровня 2070. К тому же нет проблем с отвальным ранним микроном, так что карта еще поживет. Заплатить за такой дешевый топ с лучиками придется не менее 19 тысяч рублей. А дальше мы проверим, стоит ли оно того. Какие карты – точно отметаем. Intel A380 легко найти за 12 тысяч рублей. И это поделка для любителей раннего доступа. Бета-тест драйверов продолжается второй год. К тому же карте необходима поддержка Resizable Bar для нормальной работы. Что сразу отсекает много старых, но далеко не бесполезных Xeon. За 17-18 тысяч несложно наткнуться на RTX 3050. И это самый настоящий RTX OFF. На закате второго бума майнинга NVIDIA решила сделать, пожалуй, самую неинтересную карту для криптокопателей. Однако игроки такой же с доброволью не оценили. Карта откровенно получилась слабой. Чип ни о чем. Про трассировку лучей можно забыть. Да и цена была далеко от адекватной. Такая карта продается в крупных магазинах до сих пор. И по цене новенькой RX 6600 складки и запасы не кончатся еще долго. Все игры будем тестировать на народной конфигурации. Шестиядерным Ryzen 5500 и 16 гигабайт DDR4 памяти с частотой 3200. Так будет реалистичнее. Карты за условную пятнашку точно не увидят i9 или DDR5. Также вся карта поддерживает разные апскейлеры. Поэтому тестировать сегодня будем без них в самом народном Full HD. Но всегда при желании, если будете играть, можно включить LSS или FSR по вкусу. Начнем с феерического бенчмарка в вакууме. 3DMark Time Spy. Выделяется 1660 Super. У нее меньше 6000 попугаев. Она минимум на 20% слабее остальных подопытных. Но и стоит дешевле всех. В лидерах 1080 Ti. С небольшим отставанием от нее идет RX 5700 XT. У них больше 9000 баллов. А ведь это не самые дорогие карты в подборке. RX 6600 и RTX 2060 Super тоже держатся вместе, набирая около 8000 баллов. Но видеокарты Nvidia стоят дороже, что добавляет очков Родиону. Попугаи в отрыве от цены не показывают полной картины. Поэтому рассчитаем показатель баллов за рубль для каждой видеокарты. Самыми выгодными оказываются старые топы 1080 Ti и RX 5700 XT. Тогда как свежие RX 6600 и 2060 Super в аутсайдерах. Почему так? Я отвечу дальше. А пока перейдем к тестам в играх. Все 5 карт выводить вместе ненаглядно. Поэтому разобьем их по цене. RX 5700 XT, RX 6600 и GTX 1080 Ti стоят одинаково. Будем тестировать их вместе. Быстрее всех оказалась старая RX 5700 XT. 80 FPS в среднем на впечатляющих настройках графики. 1080 Ti с 75 кадрами на втором месте. Все-таки AMD действительно постаралась над оптимизацией графического драйвера. RX 6600 выступила хуже всех, показав лишь 55 FPS в среднем. Alan Wake 2. Самая технологически требовательная игра современности. Она не запускается на процессорах без поддержки инструкции AVX 2 и лучше всего работает на видеокартах с мешшейдерами. А это GTX 16 линейки, RX 6000 и новее. Из-за этого на первых версиях игры GTX 1080 Ti и 5700 XT нещадно лагали, не выдавая даже 30 FPS Full HD на минимальных настройках графики. Однако пару месяцев назад Remedy сжалилась над владельцами старых карт и выпустила патч, который повышает на них производительность. В итоге из трио за 16 тысяч рублей лидер 1080 Ti. И назряк-наздрюк к ней идет RX 6600, выдавая около 40 FPS на низких настройках графики. Старый RX 5700 XT больно. Кадры пляшут около нестабильных 30, так что RDNA первой версии без мешшейдеров не вывозит игру. А ведь по попугаям в 3DMark Time Spy оба старых флагмана были значительно быстрее RX 6600. Это хорошая демонстрация факта, что новые игры в первую очередь оптимизируют под свежие карты. И на этой радостной ноте избавляемся от 1080 Ti и 5700 XT. Причин здесь целых три, первую я уже звучал выше. Для этих карт все равно выходят драйвера. Однако оптимизация игр для них идет по остаточному принципу. Поэтому формально более слабые современные карты они уже обгоняют старые топы. И ситуация для них будет только ухудшаться. Вторая причина – это очень старые и горячие карты, которые практически гарантированно участвовали в буме майнинга, а 1080 Ti даже в обоих. Только вдумайтесь, некогда игровому флагману Nvidia уже больше 7 лет. И этот 250-ваттный монстр мог активно копать годами. Плюсуем сюда тяжелую систему охлаждения, которая со временем изгибает текстолит, и мы получаем фактически полутруп, который может умереть от старости в любой момент. В случае с RX 5700 XT ситуация не лучше. Старушке 5 лет, и она настолько хорошо копала во второй бум, что майнеры меняли ее у геймеров на более быструю в играх RX 6700 XT без доплаты. Плюс традиционно улетающих сотни градусов хатспот, не самые надежные красные GPU, и отсутствие у ремонтников желания связываться с этими видеокартами прямо намекают, что старой RX'е давно пора на покой. И третья причина, за те же 16 тысяч рублей можно найти RX 6600. В карте меньше трех лет, ее потребление в полтора-два раза меньше, чем у старых топов, она поддерживает mesh shader и трассировку, и к тому же в современных играх допрыгивает до 1080 Ti. Продолжаем игру на выбывание с тремя картами. GTX 1660 Super, RX 6600 и RTX 2060 Super. Вернемся к Киберпанку, где все три карты расположились четко по цене. Младший GTX способен отрисовать чуть больше 40 фпс по мочмарку на впечатляющих настройках графики, RX 6600 55 и в топе RTX с 80 кадрами. В Alan Wake 2 ситуация иная. Все-таки архитектура RDNA 2 в RX 6600 навеет тюринга у конкурентов, поэтому здесь Radeon чутка быстрее более дорогой RTX 2060 Super, выдавая около 40 кадров. GTX 1660 Super традиционно плетется позади с 30 фпс на низких настройках графики, которые можно поднять включением FSR. Свежий Helldivers 2 не поражает графикой, но с оптимизацией проблем нет, поэтому в нем даже 1660 Super на ультра настройках графики подбирается к 50 фпс в среднем. Остальные карты вновь выстраиваются по цене. RX 6600 выдает около 50 фпс, RTX 2060 Super радует полной плавностью за 60 кадров. За год полировки большую часть проблем покинула и Хогвартс. 1660 Super показывает в тяжелой локации с замком порядка 45-60 фпс на ультра настройках графики. Между RX 6600 и RTX 2060 Super разница невелика, обе способны выдать под 60-80 фпс, но все-таки карта Nvidia немного быстрее. Last of Us остается одним из самых тяжелых портов Sony на ПК, и здесь ультра настройки на 1660 Super лучше не включать. Да и на высокой графике без апскейлеров можно получить лишь консольный 35 фпс. RX 6600 и RTX 2060 Super снова идут очень близко друг к другу, обеспечивая гораздо более комфортные 50 фпс. Что-то сегодня много игр от Sony. Продолжаем наши тесты в свежем Хорайзоне. Про ультра на дешевых картах даже не заикаемся. С высокими настройками графики, 1660 Super способны выдать порядка 35 фпс. Между RX 6600 и RTX 2060 Super около 5% разницы в пользу зеленой карты, но в среднем обе выводят около 45-60 фпс. И под конец, раз RX 6600 и RTX 2060 Super поддерживают трассировку, проверим как на них работают лучики. Разумеется, включать RTX ON на полную с такими картами нет смысла. Даже на среднем ретрейтинге в Full HD есть серьезные проблемы. Кадры на зеленой карте падают до 30, а на Родионе и вовсе до кинематографичных 24. Включение апскейлеров улучшит ситуацию, но замылить картинку в Full HD, особенно на FSR. Поэтому рассматривать такие карты для трассировки точно не стоит. Утрамбуем все результаты в две таблицы. По среднему фпс и по соотношению фпс на рубль стоимость. В аутсайдерах по производительности GTX 1660 Super. В среднем по шести играм она обеспечивает около 40 кадров в Full HD. RX 6600 занимает почетное второе место с 50 фпс. И, наконец, лидер RTX 2060 Super она показывает под 60 кадров. При этом самым выгодным GPU оказывается младший GTX. Один фпс на 1660 Super обойдется в 300 рублей. RX'а и RTX чуть позади. За один игровой кадр на них придется отдать около 325 рублей. В итоге, эта три ОС-карт закрывает весь бюджет. GTX 1660 Super за 12 тысяч рублей – добротный базовый уровень. Видеокарта способна оттянуть современные игры на средне-высоких настройках графики в Full HD без апскейлеров. Снизив настройки, можно обеспечить запас на будущее. Сам GPU далеко не новый, его выпускают с 2019 года. Но чип холодный, монстрозных систем охлаждения тут нет. Да и базовый GDDR6 назвать горячий язык не поворачивается. Поэтому найти модель в хорошем состоянии – не проблема. С учетом принадлежности к не самой старой архитектуре Тьюринг, все игры запускаются и будут запускаться корректно еще несколько лет. Следующая ступень RX 6600. Карта – свежак из 2021 года. Хватает моделей на гарантии. Майнеры на ней не особо охотно, поэтому найти ужаренную версию – это нужно еще постараться. Есть поддержка всего букета современных технологий, так что если нужен добротный GPU для Full HD на ближайшие несколько лет – это отличный выбор за свои 16 тысяч рублей. Но вишенка на торте – RTX 2060 Super. Карта ровесница 1660 Super, но линейка Тьюринг не славила своим горячим нравом, поэтому найти модель в адекватном состоянии за 19 тысяч можно без проблем. В играх большой разницы с RX 6600 нет, доплата за трассировку смысла не имеет, но вот магический апскейлер DLSS хорош, и только он адекватно работает в Full HD, что для базовой карты, несомненно, плюс. Теперь перейдем к моей небольшой статистике. Так как я человек, который часто перепродает вещи на Авито, в простонародье барыга, то у меня есть примерное понимание, какими видеокартами или вещами люди интересуются. Из недавних примеров, вот смотрите, у меня на столе нет 1080 Ti, потому что буквально сразу после тестов ее купил человек. И вы только вдумайтесь, человек в 2024 году покупает карту 2016 года, а до этого он сидел на карте 2010 года, 650 Ti. И это просто взрывает мне мозг. Если же брать самую популярную видеокарту, то это конечно же 1660 Super. За условную десятку ты действительно получаешь поддержку у большинства игр. Что ж, вот такой ролик получился, надеюсь тебе он был полезен. А я напоминаю, что есть группа ВКонтакте и Телеграм в канале, где, кстати, недавно выкладывался гайд о том, как чистить звук в Adobe Audition. Кстати, на моем примере. Я там тоже иногда сижу и отвечаю, поэтому не забудь подписаться. Спасибо большое за просмотр. Пока!